Всем бодрого дня! Сегодня про что кино? Непрощенный. Когда узнаешь, что Сарик Гарникович Андреасян, режиссер таких шедевров, как «Беременный», тот еще Карлосон, служебный роман «Наше время», который является продюсером безумного количества фильмов, в год иногда доходит до пяти, а о некоторых из них не знает даже Википедия, когда Сарик Гарникович Андреасян собирается снимать драму о Виталии Калоеве, ты испытываешь странные чувства. Настолько не вяжется мажорный Андреасян с авиакатастрофой над Боденским озером и трагическими событиями после этого. А когда еще ты понимаешь, что главную роль в этом кино будет играть Дмитрий Нагиев, тут смятению и недоумению просто нет конца. Ты просто разводишь руками. Но постепенно, еще до похода в кино, я понял закономерность такого решения. Во-первых, Андреасян уже снял фильм «Землетрясение», в котором те же самые темы, потеря близких, месть, прощение уже были заявлены. История, которая произошла с Калоевым, логичное развитие подобной драматургии. Вообще, Андреасян художник, который работает, что называется, широкими мазками. Главная черта его художественной поэтики – прямолинейность и гиперболизация. Алло, Ларису Ивановну хочу. Максимализм без полутонов. Вот его принцип. Собственно, так играют в КВН. Шутить так уж шутить. Эмоциональный максимализм – свойство любого фильма Андреасяна. В его работе с эмоциями как бы выключена опция усиления. Актеры сразу плюсуют результат, сразу выдают готовую эмоцию. Если шутка, то ржака, фарс, гэг, вкус – эта категория в такой системе координат попросту невозможна. Сравните два служебных романа – Рязанова и Андреасяна. Первый работает как раз на полутонах, на психологических нюансах, заставляя таких непохожих людей, как Калугина и Новосельцев, проникнуться симпатией друг к другу. У Андреасяна любовь случается на корпоративной вечеринке. И уж представить себе Ольгу Рыжову, танцующую на столе перед Самохваловым, у Рязанова просто невозможно. А у Андреасяна – пожалуйста. По той же причине у Андреасяна не получился Карлсон. Михаил Галустян – неплохой актер. Эта роль могла бы стать для него серьезной вехой. Но у Астрид Лингрен и во всех других экранизациях Карлсона Весь эффект строится на противопоставлении бесцеремонности Карлсона и нежности, и внутренней неуверенности малыша. В фильме же Андреасяна малыш просто слил свою роль. И осталась только бесконечная наглость летающего человечка. Давай лучше, пошли! И когда Андреасян берется за другой эмоциональный материал, условно говоря, от смеха переходит к слезам, он сохраняет тот же КВН-овский максималистский подход. Алло, Ларису Ивановну хочу. Только разговаривать теперь ему приходится о вещах серьезных. Но если раньше ему приходилось вышибать из зрителя смех, то здесь он выжимает из него слезы. Иначе как эмоциональным шантажом это назвать нельзя. Есть вещи, которые очень трудно осмыслять художественно. Скупая хроника, работают случаи с такими пограничными ситуациями, как потеря близких, смерть детей гораздо сильнее. Искусство не все может решить. Чтобы безутешное горе воспринималось со стороны как именно безутешное горе, его нужно показывать на контрасте, становясь как бы на безучастную позицию, смотря с высоты птичьего полета. Помните, как это делал Антон Чехов в скрипке Ротшильда или Палате номер 6. Герой же Дмитрия Нагиева, тоже актера с немаленьким диапазоном, страдает в кадре, отыгрывая все возможные мелодраматические контексты, которые связаны с ситуацией потери близких. Вот он общается с братом, вот с бестактным случайным пассажиром в самолете, вот с другим отцом, потерявшим также всю семью. Нам продают очевидные в таких случаях переживания. Я знаю, многим не понравился в этой роли Дмитрий Нагиев. Я же считаю, что Нагиев здесь единственно возможен. Отыгрывать эмоции он умеет очень хорошо. Но именно то, что мы помним о его комическом бэкграунде, помним о физруке, о прапорщике Задове, о других гротескных ролях с другой эмоциональной палитрой, хоть как-то наполняет образ Виталия Калоева смыслом. Без Нагиева это была бы просто мыльная опера и фарс. С Нагиевым это пусть очень дешевая, но драма. Вот как говорить об аллюзиях в кино такой планке, которую задает Сарик Андреасян? Но именно в таких фильмах аллюзии бывают и бывают очень четкие. Как правило, режиссер берет что-то сложное, комплексно выстроенное и, упрощая, создает свой собственный текст, свое собственное произведение. И в этом фильме то же самое. Мне не хочется здесь подробно говорить о прямых заимствованиях, которые есть в фильме Андреасяна. По сути, его «Непрощенный» — это калька с фильма «Последствия» прошлого года, в котором снялся Арнольд Шварценеггер. Если вы сравните хотя бы кадры из трейлеров двух фильмов, то вы увидите просто прямую аналогию. Андреасян просто делает копипаст. Это относится и к фотографии, которую носит с собой главный герой, и к кадрам на дисплее монитора, когда два самолета врезаются один в другой, и к еще очень-очень-очень многим ситуациям, когда мы просто видим вторичность фильма Андреасяна. Но не это главное. Думаю, не ошибусь, если скажу, что Нагиев и Андреасян представили нам современного Раскольникова. Главная аллюзия фильма — преступление и наказание. Только Калоев в этом кино одержим не гордыни, как Раскольников, но чувством справедливости. Но сама ситуация человека, дошедшего до окамененного нечувствия в своей душе, которому что воля, что неволя, все равно, передана во второй части фильма очень правдива. И Раскольников у Достоевского с этим не смог справиться самостоятельно, доведя самого себя до крайней точки. Если бы не подвижничество Сони Мармеладовой и не евангельский фрагмент о воскрешении Лазаря, Раскольников не смог бы раскаяться. Но фактически в такой же ситуации мы и видим Виталия Калоева в фильме. Нагиев играет человека, который просто не в состоянии переменить свой ум, который не может ни с кем обсуждать свое горе. Убийство он совершает в состоянии какого-то иступления. Это какой-то полубессознательный поступок. И поэтому к финалу перед нами на суде и после суда, и в тюрьме, и по выходу из нее, духовно сломленный человек, который так и не смог пережить свое горе. Единственное, что ему остается, пребывать в преисподней бесконечного уныния. Мне не нужны ваши деньги. Что вы хотите? Просто попросите у людей прощения. У меня просто попросите прощения. Конечно, люди, которые пережили подобные испытания, не дай бог никому, в жизни ведут себя иначе. Перед титрами, кстати, нам показали реального Виталия Константиновича Калоева. Я увидел спокойного, внутренне собранного, цельного человека, который во всем разобрался и теперь, после стольких лет, после случившегося с ним, вполне может общаться с другими людьми и не утратил интерес к жизни. Он, в отличие от своего экранного двойника, вполне преодолел эту ситуацию. Что же сказать о фильме? В любом случае, землетрясение и непрощенный гораздо лучше, чем лопухи или беременный. И если совсем никак не снимать кино нельзя, то так, как получился непрощенный, гораздо лучше. По крайней мере, смотреть это не противно. Я хочу справедливость. «Непрощенный» — это не трэш. «Непрощенный» — это честная попытка плохого режиссера выпрыгнуть за планку собственного таланта. Ну что ж, он хотя бы попытался. Вот про что кино. Смотрели ли вы фильм «Непрощенный»? Если смотрели, напишите ваши впечатления в комментариях. Если вам фильм не понравился, то напишите, почему. Если понравился, абсолютно то же самое. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если этого еще не сделали. Пока и до новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok